Действующий состав Общественной Палаты Одинцовского округа был сформирован в марте 2020 года. За это время было сделано немало, отметил глава муниципалитета Андрей Иванов. Неполные два с половиной года вы стали значимыми участниками многих наших общественных процессов. В том числе, активно контролируете работу чиновников и всех наших подвесных учреждений и организаций. Мониторинг работы общественного транспорта, участие в переписи населения, контроль на выборах депутатов в сентябре прошлого года, адресная помощь жителям. Год получился насыщенным. Итоги работы комиссии Общественной Палаты Одинцовского округа подвели в ходе пленарного заседания. Первой выступила председатель комиссии по здравоохранению Елена Горбачева. Договорились с врачами Смоники из эндокринологического передвижного модуля. Они приехали в Звениград и работали в течение 10 дней. Принимали больных с сахарным диабетом. Обследование прошли более 134 пациентов, 76 больных с сахарным диабетом и 58 группы риска. Сделано более 1220 анализов. 12 донорских акций, горячая линия по вопросам здравоохранения, круглые столы с участием главного врача Одинцовской областной больницы, выездные приемы. За год комиссия проделала большую работу, но нерешенные вопросы еще остались. Мы задавали вопрос на круглой столе по поводу стационара именно для детей. К сожалению, у нас отсутствует вообще какая-то помощь детям в стационарах. У нас был один инфекционное отделение, которое забрали под ковид. И сейчас у наших детей будет по всей Московской области. Уже такой определенный твист. Насколько я слышал Андрея Васильевича, то даже в феврале он уже планирует стационар детский открывать в Зенеграде, собрать специалистов и пока начинать на тех мощностях, которые есть. Обращения, которые поступают в общественную палату от жителей муниципалитета, всегда будут в приоритете, подчеркнул Андрей Иванов. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.